Продолжаем с вами чтение книги «Нужна ли святость человеку?» профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Мы с вами читаем жизнеописание Гуина Никона Воробьёва. Будем сейчас с вами читать седьмую часть. Очень внимательно относился отец Никон к исповедникам, особенно к приходившим редко. Тем более впервые. Стесняющимся и не знающим, как исповедоваться, он помогал наводячими вопросами. При этом был очень мягок и деликатен. Он предупреждал молодёжь, готовящуюся к священнослужению, что к Исповеди нужно подходить очень осторожно, благоговейно и внимательно. Ибо исповедью священник может спасти человека, а может и разратить, и погубить, если начнёт копаться, особенно в плотских грехах. Человек должен грех назвать, а не его историю рассказывать. Тем более упоминать и судить о других людях. Батюшка сетовал на то, что многие верующие на Исповеди вместо раскаяния в грехах начинают рассказывать и о своей жизни, о своих житейских проблемах и многом другом, не имеющем никакого отношения к таинству покаяния. Часто просто делают отчёт о проделанных грехах, да ещё пишут этот отчёт на бумаге и зачитывают. Батюшка не одобрял такую практику, говоря, что Исповедь – не перечисление всего на свете, чего никто сделать не сможет, а раскаяние в том, о чём болит душа, что подсказывает совесть, а этого не забудешь. На Исповеди нужно сказать самое главное, и прежде всего покаяться в тяжёлых грехах, особенно в тех, которые совершены против других людей. В то же время батюшка выражал сожаление, что многие из духовенцев на Исповеди обращают основное внимание не на нарушение Западе Евангелия, на зависть, лицемерие, тщеславие, фарисейство, сребролюбие и прочее, а на внешние дела – на церковную дисциплину. Все ли правила выполнил, как часто ходил в храм, сколько говел перед причащением, не съел ли молочка в пост и так дальше. Это хотя необходимо, но такие нарушения не столь загрязняют душу. Как грехи против Западе Христовых, батюшка говорил, корма отцеживают, а верблюда поглощают. Правила можно вычитать, а причаститься в суд и осуждение. И осуждение. Особенно батюшку расстраивало, когда слышал, как некоторые священники на Исповеди чисто механически разрешают верующего от грехов, нисколько не беспокоясь о чистоте его совести. В результате люди начинают смотреть на Исповедь, как на какой-то обряд, а не таинство покаяния. Во время литургии Игумен Никон не исповедовал, совершал это таинство или до нее, или, если исповедующихся, предполагалось большое число, например, Великий пост, накануне вечером. Он говорил, человек должен молиться во время литургии, а не стоять в очереди. Ой, отлично, отлично. Все не так, как сейчас у нас у всех. Очереди, как за колбасой, наискуют стоят, а по одному месту что там читают. Все изменилось. Если у исповедующегося на совести было что-то тяжелое, или он не причащался много лет, то батюшка такого человека сразу к причастию не допускал, благословляя его сначала походить в течение какого-то времени на богослужение, а иногда откладывал причащение до очередного поста. При этом батюшка давал ему небольшое домашнее правило определенное количество земных больным поясных поклонов и молитв Иисусовых или мытаря. Батюшка часто повторял, что самые страшные враги священства это с одной стороны отличное человекоугодие, так, 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 стремление понравиться народу, ой, все так и есть, с другой властолюбие, желание командовать людьми, иметь духовных чад, послушных рабов. Это стремление превращает священника в достойного, к сожалению, фарисея, отвергнутого Богом, изывающего осуждение и насмешки у людей. Такой священник, ищущий славу от людей, находится в прелести. Об этом Батюшка говорил всегда с особой горячностью. Ох, как здорово! Продолжим, продолжим в следующий раз, если Бог даст. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok